Всем привет! Меня зовут Максим Баде, я преподаватель английского языка. Это канал об английском и саморазвитии. И можно сказать, что В общем, я кто-то, кто может научить кого угодно. Ну, почти кого угодно. И вот в этом предложении есть два очень интересных слова. Вот я хотел бы сегодня поговорить об этих словах о some, any и об их производных. Поехали! Some и any – это местоимения в английском языке. Some обычно переводится немного, несколько, а any может переводиться сколько-либо, какой-либо, может быть, любой. Но чаще, однако, это слово вообще не переводится. Сейчас мы посмотрим на примеры и узнаем, как это работает. Ну вот, например. I have some apples. У меня есть несколько яблок. Или у меня есть немного яблок. Легко догадаться то, что мы говорим несколько, только применительно к исчисляемым существителям. А если мы говорим о чем-то неисчисляемым, мы всегда переводим some как немного. Ну, посмотрите. I have some water. У меня есть немного воды. Несколько в этом случае сказать нельзя. Теперь посмотрим на использование any. I don't have any apples. У меня нет яблок. Вообще нет. И мы, как правило, и не переводим здесь any при помощи слова сколько-либо. Do you have any questions? У вас есть какие-либо вопросы? Ну, опять же, мы можем просто сказать, у вас есть вопросы. Кстати, в английском языке вы тоже можете задать такой вопрос без слова any. И он будет звучать. Do you have questions? Однако такой вариант, согласно данным корпуса, корпус это большая-большая, а гигантская подборка текстов, согласно данным корпуса, такой вариант будет в 4 раза менее популярным, чем вариант с any. Прежде чем я перейду к разбору основного правила, я хотел бы прорекламировать канал моей доброй знакомой, Элины. Элина тоже занимается английским языком. У нее канал на такую же тему, как у меня. И помимо того, что она разбирает тонкости языка в своих видео, она еще рассказывает о жизни в МГУ. Она сама студентка МГУ, и в качестве такого экспериментального формата она берет интервью у студентов МГУ. Поэтому это может быть действительно находка для абитуриента. Так что, все, кто интересуется английским и студенческой жизнью МГУ, предлагаю перейти на ее профиль и посмотреть, что она снимает. Ссылка в описании. Ну, а мы продолжаем. Студенты часто путают слова some и any. И сейчас мы посмотрим самое базовое, важное грамматическое правило. Мы используем some в утверждениях, а any в отрицаниях и вопросах. Правда, просто. Если не знали этого правила, то спишите табличку, которую я сделал на экране. Вернемся к нашим примерам. Первый пример со словом some – это утверждение. Пример 2 и примеры 3 – это отрицание и вопрос соответственно, поэтому мы там написали any. Однако, есть одно очень частое исключение из этого правила. Дело в том, что иногда мы задаем вопросы, а на деле мы кому-то что-то предлагаем. Ну, например, Would you like some tea? Чаю хотите? Или, например, Do you want some apples? Яблочек хочешь? Так вот, по форме эти два предложения, они, конечно, вопросы. Однако, если мы посмотрим на них с точки зрения смысла, то становится очевидным, что это утверждение. Они значат «я предлагаю тебе чай», «я предлагаю тебе яблочки». Или вот, может быть, например, такой пример. Не хотели бы вы подписаться на мой канал и лайкнуть это видео? А может быть, еще и на инсту мою перейти? То есть, вроде как по форме вопрос, а на деле я вам это предлагаю. Так что, кстати, не хотели бы. В общем, здесь все про английский язык и про то, как открыть чакры. Ладно, про английский шучу. А теперь мы посмотрим на производные этих местоимений. То есть, на те слова, которые образуются от some и any. Сперва на самые популярные. Это somebody и anybody, а также someone и anyone. Оба этих местоимения, они обозначают человека, какого-то человека. А сейчас посмотрим, как они употребляются. Для начала я вам прочту вот такой пример. Смотрите, во всех этих случаях у нас написано через черту либо someone, либо somebody, либо anybody, либо anyone, либо no one, либо nobody. Тут очень важный момент. Эти местоимения, someone и somebody, и такого рода пары, они абсолютно аналогичны. Однако, есть такой момент, то, что someone считается более литературным, то есть, чаще встречается в письменных текстах, в то время как somebody более популярен в разговорах. А теперь быстро разберем эти примеры. Во-первых, нам здесь встретились аналогичные местоимения. No one, nobody, everybody или everyone. Эти местоимения, они, соответственно, значат никто, для no one, и каждый, все, для слова everyone. А теперь посмотрим на использование anyone в этих предложениях. Когда мы здесь в первый раз говорим anyone, мы ставим any просто потому, что это отрицание. А во второй раз, когда мы говорим anyone can come in, мы имеем в виду любой, любой человек. То есть, мы уже видим, что для any может быть два повода. Это либо отрицательный или вопросительный контекст, либо значение любой, кто угодно. А теперь посмотрим на табличку с различными производными от самой any, которые, скажем, более разномастные и которых значительно больше, чем в прошлый раз. А если у нас нету пары, например, как в первом случае у sometimes, слово any times не существует вообще, то я ставил крестик, чтобы было понятно. Такого слова нет. И начнем, конечно же, с sometimes, самого простого и классического. Ну, вот такое предложение. Her husband sometimes eats at night. Упс, скажите, я про себя предложение составил. Somewhere. I've lost my key somewhere. Я потерял свои ключи где-то. Now it can be anywhere. Теперь они могут быть где угодно. Опять же, в значении любой, где угодно, мы используем any. Следующее интересное словцо, которое может быть наречием или прилагательным, это sometime. I'm a sometime guitarist. Я когда-то, ну, в неопределенном прошлом, гитарист. Кстати, это тоже предложение про меня, что я эгоцентричный сегодня. А anytime, это у нас тоже наречие. Например, мы можем сказать I'll come over sometime next week. И ответом на такое предложение будет Of course, come over anytime. То есть, sometime когда-нибудь, anytime когда угодно. Somewhat. Следующее слово тоже наречие, которое может означать a little bit. I'm somewhat worried about you. Я чуток взволнован насчет тебя. Я вроде взволнован. Следующее слово, some when, это значит в какой-то момент времени, когда-нибудь. We'll do it somewhere. Мы когда-нибудь это сделаем. Следующее предложение. Some way, это американский, английский и неформальный. И anyway, и anyways. Anyways тоже считается американский, английский и неформальный. We'll get the money some way. Мы каким-то образом раздобудем деньги. We'll get the money anyway. Мы раздобудем деньги любым способом. Здесь мы видим на контрасте, как слова some way и anyway изменяют значение этого предложения. И следующий пример. I'll help you anyway. Я помогу тебе в любом случае. В американском, английском, особенно в неформальной ситуации, anyway может становиться anyways. Например, I'll help you anyways. Смотрим дальше. У нас есть такое замечательное слово someday. Это тоже наречие, и оно может писаться в одно или в два слова. Someday you'll become famous. Когда-нибудь, в какой-то далекий день в будущем, когда-нибудь лучше всего перевести, ты станешь знаменитым. И у нас нету слова any day. Такого нету. Но у нас есть такое выражение any day now, any minute now, any moment now. Это значит, что в любой день, в любой момент, в любую минуту. То есть, когда мы говорим things can start changing any day now, перемены начнут, перемены могут начать происходить в самое ближайшее время, мы имеем в виду в этом случае. Ну что ж, еще одно грамматическое правило позади. Если вы чувствуете, что у вас таких правил уже много, вы знаете много грамматики, много лексики, однако у вас все еще по каким-то причинам не удается говорить, то обязательно смотрите мое видео «Как преодолеть языковой барьер». Надеюсь, что оно вам поможет. На этом у меня сегодня все. Это был Максим Баде, канал об английском и саморазвитии. До связи! Субтитры сделал DimaTorzok